Работы по восстановлению поселка идут по графику. Уже вывезено тысячи тонн грязи, камней и деревьев. Местные жители в разговоре подчеркивают, такой поддержки и слаженности при устранении последствий ЧАЭС они не ожидали. Двор Усет, который одним из первых принял на себя удар стихии, уже очищен. Сейчас ее семья постепенно начинает возвращаться к обычной жизни. Нам так помогли люди, что я каждый день благодарю, кто нам помогает. Вот это вот депутаты Вариджана нам с техникой, с коллективом дали, и МЧСников давали. С 6 числа вчера только вот мы увидели свое хозяйство, последняя чистка была, вот расчистили. Вот это все завалено было. С первого дня восстановительных работ до их полного окончания в местах ЧАЭС работает большая команда. Наравне со спасателями и ответственными ведомствами в Тхагапше, Алексеевке, Марьино и Татьяновке задействованы волонтеры сочинской администрации, а также местного отделения партии «Единая Россия». Параллельно с ликвидацией последствий подсчитывают ущерб. Каждый дом и подворье уже обследовано сотрудниками БТИ, членами общественных организаций и собственниками домов. Решения по оценке ущерба принимают старейшины аулов совместно с жителями. В Тхагапше из 63 домов материальная помощь необходима владельцам 26. Наиболее сильно в ауле пострадали 4 дома. По ним выплаты будут осуществляться из фондов ЧАЭС Краснодарского края. Наряду с этим их владельцы получат по 100 тысяч рублей от Красного Креста. Остальные 22 семьи от 20 до 90 тысяч в зависимости от степени разрушений. В селе Марьино материальную помощь окажут 10 семьи. Им перечислят в общей сложности более 200 тысяч рублей. Столько же семей получат компенсацию в Татьяновке. Там ущерб оценен в 400 тысяч. К слову, денежные средства в Красный Крест продолжают поступать. Сейчас на счету организации около 3 миллионов рублей. Почти половина из них перечислена сотрудниками администрации города. Средства поступили и от хозяйствующих субъектов, и членов партии «Единая Россия». Деньги, которые мы в основном людям даем, разделили. Я принял решение, чтобы мы, чиновники, единороссы, сдали однодневный свой заработок. Глава города подчеркнул, средства направлены на восстановление жилья. Те же, кто рассчитывал на компенсацию ущерба пострадавшего частного бизнеса, не нашел поддержки у своих же сельчан. Мы бизнес никому восстанавливать не можем, потому что это бизнес. Потому что главное решить вопросы, связанные с жильем. Сейчас одной из главных проблем остается водоснабжение села. Но и здесь уже администрации приняты меры. Мы вызвали организацию «Кубань-геология». Они обследовали участки населенного пункта, где можно установить новый водозабор. Завтра приезжает подрядная организация, которая по проекту, подготовленному, начнет заниматься строительством водозабора. По словам специалистов, несмотря на авральный режим строительства, работы займут не меньше месяца. Стабильное водоснабжение в Тхагапше должно заработать уже в конце июля.